Друзья мои, смотрите, давайте еще раз обратим внимание. Первое, всегда мы следим за позой модели, то, как она сидит. Когда мы выставляем свет, мы фиксируем модель, смотрим, как свет падает на нее конкретно в данной позиции, вот прямо сейчас. Мы смотрим, под носом у нас сейчас образовалась такая тень в форме бабочки. Если эта тень слишком длинная и касается губы, еще раз говорю, да, вот касается сюда губы, это значит, что источник света стоит слишком высоко и от носа тень отбрасывается слишком длинно. Это неправильно. Нам нужно добиться того, чтобы эта тень доходила до серединки, не касалась губы. Она должна прорисовываться, быть под носом. Сейчас она прорисована. Всегда смотрим положение модели, да. Если модель будет сильно прямо на вас смотреть, ну, фотография будет напоминать нам какую? Паспорт. Паспорт, ну, конечно же. Всегда у девочек, да, и у любого человека, когда мы снимаем, хорошо смотрятся любые диагонали, любые направления, любые изгибы, они интересны в кадре. Поэтому модель может изменять плечико, а личико у нее может всегда смотреть на вас, и бабочка у вас будет ровненько под носиком, да. Поэтому, когда работаем с моделью, нет ничего страшного, чтобы сейчас сказать, например, вот это ключ чуть-чуть назад, это ключ чуть-чуть вперед, да. И посмотрим, какие у вас кадры получаются. Самые красивые, но обязательно делитесь с моделью. Красивый кадр, модели показаны, что они вдохновляют, как хороший, красивый полученный кадр. Окей? Все, работаем ваши кадры. Вот как раз ключом самая красивая получилась. Угу. Угу.